Друзья, всем привет! У нас 21 сентября и уже вовсю идет празднование Дня Города. Я сейчас нахожусь на площади рядом с законодательным собранием. Здесь очень много сцен, вот здесь, также на площади Пушкина. И именно на площади Пушкина идет основное мероприятие. Ну, также будет, конечно же, на театральной площади. Просто там везде свое время, программа разная. Посмотрите, какую надпись сделали из цветов. Краснодар, 226, Екатерина Дар. Здорово! Из живых цветов. Люди фотографируются. Здесь же продают разные цветы. Наверное, даже выставка, точно. Такие цветочные экспозиции. Написано, ланшафтное проектирование и благоустройство. Какой-то ажиотаж. Ага, здесь продают уже. Цена разные. Они есть же где-то, да? Да, они есть. А, разорсаются? Да, они в такой полянке. Ага. Пусть поляночки. Народу, конечно же, много. В этот день, конечно же, много приехало гостей города с разных районов Краснодарского края, потому что это такой масштабный для всей Кубани праздник. Кстати, вот почему-то сами фонтаны, они как-то не в полную мощь включены. Непонятно почему. Сейчас будем ходить, смотреть разные зоны, которые для нас приготовила администрация. День ожидает быть очень насыщенным. Ого! Искусственно идти туда же туда бросили. Переметры с нашими. Похоже на настоящий. Такого никогда я не видела. Очень красиво. Сеточку натянули, а на ней, получается, цветы. Получается, что вот эта вся часть около Законодательного собрания посвящена флористике. Очень много площадок для фотографий. Фото зоны. Не, не надо, я же... Дальше, сфей. Так, что ты, как, там, там, там... Ну, 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 ну... Погода нас сегодня очень радует, такая прохлада, но при этом солнышко, честно, думаю, будет дождь, но повезло, пока во всяком случае, очень хорошая погода. Я поставлю ее, но договоритесь, что мы не будем трогать ее руками и зубами тоже. Ну что ж, начинаем наш эксперимент. Поехали и 3, 2, 1. Это черный, ух ты. О, нормально пошло. Так. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Да, друзья, на зубную пасту не похоже, да? Снег. Снег. Да, но я не советую трогать этот с сег руками, потому что он, во-первых, очень горячий и содержит активные химические вещества. Возьмутся вот такие вот пузырьки. Сразу. Набираем их. Ладонь. Ну что ж, если что, опоминать пумни. Ну, а рука целая. Я цел. Потихоньку продвигаемся к площади Пушкин. Здесь какие-то огромные очереди к лавочкам с выпечкой. Именно к немецкой выпечке. Что там такое интересное? Нет, подождите, не две, а два. А, вы готовы? Ну, что? Мы же тут один просто, один просто. Хорошо? У нас только конкурсная система. У нас два сколько? У нас много разных мочистских лавок. Прямо много. Ну, что? Улица Красная у нас прогулочная, все гуляют. Дойдем до Театральной площади, посмотрим, что у нас там происходит, что у нас в сквере Жуково. Люди сидят по кафешкам. Почему нет? Это здорово, я считаю. Все-таки праздник у горожан. Что ж, вот и обещанный дождь пошел. Печально. Но люди все равно гуляют. А куда деваться, если погода портится? Может быть даже повезет и он прекратится, но пока вот начинает капать, моросит понемножечку. Ежегодно в сквере Жуково проходят какие-то мероприятия, но, видимо, этот год стал исключением. Зато работают фонтаны. Все-таки Уфимая В клад então Ирана Что ж, на театральной площади убрали все лавки, чтобы она больше вмещала людей, когда будут концерты. Ну вот что сказать, народу в принципе не настолько много, сколько я ожидала, но вот вечером начнется вся движуха. Наши люди очень любят концерты, вот эти все звезд, которые приезжают. Я думаю, да, здесь будет народу много. Часов в шесть. В 11 часов было открытие дня города, поменяли флаг. Сейчас он вот красиво так развивается на ветру около главной сцены. Недалеко от галереи находится вот такая вот необычная кафешка в виде пирамиды. Но она, в общем, украшена не натуральной травой, а искусственной. Там вот слева есть вход. Не знаю, никогда там не была. Ну вот видите, здесь вот получается, продают разные вкусности. К пяти вечера уже установили рамки, через которые проходят люди. Ну, скорее всего, что типа металлоискателей для безопасности и для подсчета входящих. Территория так огорожена. И народу стало намного больше нам. Да. Дождь прошел у нас, и появились лужи. Но светит солнышко, поэтому погода прекрасна, что сказать. Как вы видите, все повыползали к вечеру. Еще особенность Красной улицы в том, что люди сюда выходят как на показ. Надевают самое лучшее, самое красивое. И здесь можно увидеть людей с очень причудливыми нарядами. Как говорится, выйти на Красную, чтобы пощеголять. Это про Краснодар. Насколько я поняла, что эти рамки установили исключительно на театральной площади, чтобы, когда здесь выступали коллективы, звезды, здесь было безопасно. На днях, кстати, открыли наш вот этот отель. Мариотт называется. Его порядка десяти лет строили. Ну, не знаю, вряд ли это каким-то образом отразится на жизни обычных краснодарцев, потому что вряд ли они будут сюда заселяться или покупать здесь квартиры. Очень дорогие здесь квартиры, но это логично. В основном сюда будут приезжать звезды какие-нибудь, чиновники. Ну и, в принципе, люди, которым по карману здесь снять апартаменты, остановиться. Вот, странно. Прошли мими, ну ладно. Странно. Прошли мими, ну ладно. Очень-очень высокий, конечно, отель. Вообще, в Краснодаре запрещено строить высокие здания в историческом центре города. Был такой указ выпущен. Но, видимо, Мариотт – это исключение. Еще Красная отличается тем, что здесь очень много музыкантов, мужчины к гитаре играют. Продают шарики для людей. Впрочем, как и на всех праздниках. Прошло мне вот сюда прям ее водой смотреть. Чем еще вообще славится Красная, кроме музыкантов? Сюда еще часто животных выносят. Как типа зооуголок, что ли, кролики, какие-то птицы, живность в общем. Вот впереди музыканты готовятся к своему уличному выступлению. Возле них, конечно же, соберется очень много зрителей. Потому что люди у нас любят, когда играют на инструментах, особенно если есть барабаны. Да я и сама люблю ударную установку. Это прям очень атмосферно. Всегда. Вот клоун надувает шарики для детей. Делает различных зверюшек. Вылеска от магнита. Краснодар, безъем, город. Давайте дружить с семьей. Конечно же, перекрыть полностью улицу не получится, потому что город тогда встанет. И вот такими параллельными улицами здесь можно проезжать на машину. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА